Взглянув на эту веселую девчушку, трудно сказать, что с ней что-то не так. Кира в два года уже хозяйка и обед успевает приготовить и детей понянчить. А еще не прочь поиграть в футбол или посмотреть книжку с картинками. И тут становится заметно. В правую ручку девочка ничего не берет и на правую ножку хромает. Частичный паралич развился у Киры с рождения. Правосторонний гемипарез, следствие гипоксии. Девочка еще в утробе мамы перенесла инсульт кровоизлияния в мозг. Врачи провели операцию на мозге, удалили сгусток крови, но прогнозы были неутешительные. Родители с трехмесячного возраста возят девочку по реабилитационным центрам и уже многого достигли. С полутора лет Кира ходит сама, говорит фразами. Правда, падает часто и не может подниматься по лестницам. Сейчас главное не упустить время и полностью восстановить двигательные функции. С этим готовы помочь в Москве в институте медтехнологий. Кира нуждается в госпитализации для восстановительного лечения с целью увеличения объема движений в правых конечностях, развития мелкой моторики, улучшения координации движений и равновесия, улучшения опороспособности на ноги, а также психоэмоционального состояния. Стоимость лечения 199 тысяч рублей. Помочь семье взялся Русфонд. Спонсоры и благотворители намерены собрать 160 тысяч. Не хватает 39 тысяч рублей. Фонды и семья Киры очень рассчитывают на помощь костромичей. Чтобы помочь девочке, достаточно отправить с мобильного телефона на короткий номер 5542 сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. У Киры есть заветное желание танцевать. Сейчас она делает это, как умеет. А в будущем, уверены родители, она сможет это делать еще и красиво. Лариса Сухарева, Эдуард Еремин, Вести, Кострома.